всем огромнейший привет хочу ответить на вопросы которые опубликовали на ю тубе оксаночка масоковод и оля перковская и это будут вопросы тега наборы для вышивки количество качества и время так первый вопрос большая ли у вас лорка хомяка я считаю что немаленькая это очень относительное понятие вообще размер это очень относительное понятие сравнивать с чем я думаю что есть и гораздо больше море хомяка но есть и гораздо меньше поэтому давайте остановимся на слове среднее второй вопрос можете сказать точное количество наборов если да то сколько кстати я попыталась посчитать это количество наборов но устала и я попыталась даже их в какой-то каталог создать себе каталог в котором можно было бы указать производителя указать размер и какие-то еще нюансы но я не нашла подходящей программы на тот момент к сожалению и я бросила подсчитывать эти наборы но их наверняка больше ста то есть я где-то сбилась со счета в этих пределах тем более я их постоянно вышиваю заканчиваю что-то покупаю новое то есть у меня нет такого четкого количества наборов это количество может меняться как в одну так и в другую сторону достаточно за короткое время неделю полторы кроме того у меня очень много мелких наборов которые отшиваются быстро на них много времени не тратится ну будем считать что в пределах ста вот около ста чуть побольше может быть сто двадцать вопрос номера три сколько из них китайские или копии других производителей на самом деле нисколько ну во всяком случае те которых я знаю то есть я никакой набор не покупала в смысле что это копия и когда вот китайские производители стали очень популярны на рынке я тогда совершенно отошла от вышивки и мимо меня эти китайские производители прошли незамеченными поэтому сейчас я даже вот не могу сказать вернее я могу сказать что у меня нет наборов китайских производителей вот а вот следующий вопрос вот 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 то Если это имеется в виду вот эти дешевые китайские наборы, то я как раз их не покупаю. Возможно, покупала бы, но я не знаю, насколько они дешевые. Возможно, у меня был один китайский набор, но я не могу с уверенностью сказать, был ли это китайский набор или, может быть, корейский набор. Это был набор, купленный на выставке, и вы видели, как я отшивала эту наволочку на диванную подушку с подсолнухами. Вот это единственный набор, который у меня был азиатского производителя. И то я с точностью не могу сказать, что за азиатский производитель. Какая дорога, классно же. Следующий вопрос. Можете ли вы себе позволить оригинальные наборы или нитки по ключу? Ну да, могу. Конечно, когда я была студенткой, ну, во-первых, и наборов не было, но я думаю, что люди, которые еще не встали на ноги, не имеют постоянный доход, для них, возможно, это все... Или, например, растят маленьких детей, то есть не могут тратить деньги на какие-то другие вещи, на хобби, на свое, очень лимитировано тратить деньги. Это я все прекрасно понимаю. Но я уже в таком возрасте, когда у меня сын вырос, я сейчас, в принципе, могу потратить на оригинальные нитки, могу потратить деньги на оригинальный набор. Если мне он еще понравился, то я так и делаю. Следующий вопрос. Если вам подарят мешок старых ниток от бабушки, вы возьмете и будете пользоваться или откажетесь? Сейчас откажусь. Потому что я знаю, что он у меня будет долго лежать, а просто когда что-то залеживается, у меня так своих запасов хватает. Еще чужих добавлять к своим мне не хочется. Опять же, повторюсь, не было бы у меня средств, и я бы дорожила и искала где-нибудь всевозможные дешевые варианты. И наборов, и ниток, то я бы с удовольствием взяла этот мешок. Я бы просто была счастлива, если бы мне подарила какая-нибудь бабушка мешок с нитками. А если бы это была моя родная бабушка, то я бы, естественно, взяла как память о своей бабушке. Потому что наверняка там бы были какие-нибудь бумажечки, возможно, что-нибудь написано ее рукой, или что-нибудь в этом роде. Я очень трогательно отношусь к таким вещам, поэтому, да, я взяла бы. Следующий вопрос. Зачем вам полная палитра СХС, ВМК Кирова или Гаммы? Если я правильно понимаю, здесь не указывается полная палитра ДМС, не спрашивается, зачем вам полная палитра ДМС. Имеется в виду, что полная палитра ДМС – это нормально. А вот полная палитра СХС, ВМК Кирова или Гаммы – это уже как-то не так. Во всяком случае, так вопрос звучит. Может быть, я его неправильно поняла. Ну, наверное, для того же, для чего и полная гамма ДМС. Но вопрос в том, что я-то вообще палитры не собираю. Я покупаю нитки только, если мне необходимо для какого-то проекта. Могу, конечно, купить или совершить спонтанную покупку, когда увижу, ну, прям суперкрасивую нитку в магазине. И вот подумаю, вот она мне где-то может пригодиться, скажем, в новогодних сюжетах или для чего-нибудь еще. То есть у меня все равно будет какая-то мысль об ее использовании. Возможно, я ее не использую тут же, в первый день, в первую неделю, даже в первый месяц. Но такое бывает со мной. Да, покупаю. Следующий вопрос. Смешиваете ли вы в одной работе в длине разных производителей? По собственному желанию, нет. Но у меня случился такой казус. Первый раз у меня закончились нитки в работе от золотого руно. Называлось она «Золотые рыбки» или «Девушка с фонариком». Что-то эдакое. Кстати, у меня есть видео на YouTube про это, поэтому если вы вдруг видели, то вы понимаете, о чем я говорю. И мне пришлось воспользоваться нитками гамма. А мы знаем, что золотое руно комплектует модерой. Но мне пришлось воспользоваться из своих остатков. Я посмотрела, что у меня вообще в остатках есть. Что-нибудь приближенное к этой нитке. И нашла нитку гамма. Похожую. Достаточно похожую. Там очень петнистая такая была тропическая рыбка. И в принципе, это незаметно. И мне пришлось дошить ее ниткой гамма. Не могу сказать, что каким-то образом изменилось качество работы. Что, возможно, улучшилось. Это совершенно незаметно. Абсолютно незаметно. Так что я думаю, что в таких критических ситуациях добавить нитку другого производителя. Или вдруг, если что-то понравилось, скажем, в журнале, это не набор с нитками. То, мне кажется, подбирать из того, что у тебя есть, это самый разумный вариант. Вы можете, конечно, не согласиться. Следующий вопрос. Сколько времени вам нужно на отшивку всех ваших наборов. Вы все это время больше ничего не будете покупать? Начну с конца. Буду покупать? Конечно, буду. Потому что покупка нового набора, покупка что-то рукотельного. Это такое счастье. Это такой адреналин счастья. Инъекция счастья. Я не могу себе в этом отказать. Да и, впрочем, почему я должна это делать? Сколько я буду вышивать все свои наборы, я не подсчитывала. И вообще никогда не подсчитываю, сколько у меня уходит времени на отшив набора. Вот так вот только в последнее время прикинула, сколько у меня приблизительно уйдет время на отшив вот этих дачных наборов, как я их обозвала. Это, по-моему, пять или шесть комплектов. Сейчас точно нет, не скажу. То есть я просто прикинула, что за лето я должна их отшить. Но отвлекаясь все время на какие-то дополнительные проекты, я не вижу смысла подсчитывать. Я считаю, что это время, которое ты считаешь. Сколько же нужно потратить на отшив? Просто нужно продуктивно повышевать. Так вот, отнесется, его надо пропустить. Следующий вопрос, десятый. Сколько и какие наборы вам уже разонравились? Честно, вот сейчас вспоминая, пытаясь помнить, какие наборы у меня были и какие, возможно, разонравились. Я помню, что за всю свою жизнь я отдала только два набора. Один был совершенно маленький такой наборчик, в котором наборчик печатного креста. То есть там еще одна вышивка. Ну, на счетная вышивка, но печатный крест. Картинка была напечатана. Так вот, она напечатана была крепа. Я когда это увидела, я поняла, что я не разберусь, как это вообще все вышивать. Этот наборчик у меня подарен. И еще наборчик у меня подарен, по-моему, от Custom Craft. Или Custom Craft. Что-то я забыла, как точно называется фирма. Ну, вы ее знаете. Это тоже был такой... Картинка, по-моему, не то с единорогом, не то с ангелом. Напечатан на напечатанном фоне. Вышивка частичная. Я даже начала что-то вышивать. Но так как там напечатанном тоже было креповато, и я не поняла, я запуталась с этими нитками. Поэтому когда я поняла, что я не буду с этим разбираться, что это не мое, я этот набор тоже отдала. Вот. И все. То есть можно сказать, что всего два набора. И то сами сюжеты мне очень нравились. И нравятся до сих пор. То есть такая фантазийная была тематика, мне хотелось попробовать. Вот. Не получилось. Следующий вопрос. Есть ли наборы, которые вы постоянно откладываете в сторону, когда выбираете новый проект? Вы знаете, как я выбираю новый проект? Я обычно беру набор средний, тот, который у меня натягивается на раму. То есть у меня в работе чаще всего один средний набор или средний проект. Ну и, возможно, куча маленьких, которые, ну, средний или большой, и куча маленьких, которые, которые я вышиваю вместе. То есть вот захотелось, и я вышиваю. Так вот, когда я заканчиваю один и начинаю выбирать следующий, у меня происходит следующая ситуация. Я достаю какие-то наборы, держу их в руках, и начинаю себя спрашивать и прислушиваться к себе. А хочешь ли ты это отшить сейчас? И вот таким образом я выбираю набор для ошибок. Я думаю, что вот это будет моим ответом на такой вопрос. Следующий. Двенадцатый. Радуют ли вас ваши запасы или тяготят муками совести? Особенно, когда вы снова делаете покупки. Когда я делаю покупки, меня вообще муки совести не тяготят. И, честно говоря, когда я делаю покупки, я практически отключаю свой мозг, я не вспоминаю, сколько у меня наборов. Иногда я даже забываю, что у меня есть тот или иной сюжет. И когда я начинаю открывать свои запасы и выбираю, скажем, следующий набор для отшива, я бываю крайне приятно удивлена, что, оказывается, у меня есть такой хороший наборчик, надо его взять и отшивать. Какая красота! Следующий вопрос. Продавали ли вы что-то из своих наборов, материалов и по какой причине? Нет, не продавала. Ну и поэтому причины не было для этого. Как кто-то из девочек сказал, это у меня стратегический пенсионный запас. Когда деньги закончатся, я буду вышивать то, что я накопила за эти годы. Четырнадцатый вопрос. Задумываетесь ли вы над тем, сколько тратите денег за год, на что другое вы бы и хотели потратить. Я бы и хотела потратить на рукоделие, поэтому не трачу. Нагод-шивка имеет терапевтический эффект. На меня, во всяком случае, оказывает. Помимо просто проведения свободного времени, то я считаю, что это с умом вложенные деньги. С нашей стрессовой жизнью, когда очень много стрессов. И на дороге, и на работе, и с соседями. А жизнь в большом городе – это всегда жизнь скоростная. полная каких-то неожиданных проблем. Я считаю, что это, наоборот, даже очень правильное вложение денег, потому что это то, что мне помогает расслабиться. Что это мне помогает, дает какой-то лечебный эффект. Поэтому вместо того, чтобы покупать медикаменты, лекарства и т.д. и т.п., я покупаю очередной набор для выживки. Води плохо. Следующий вопрос. Задумываетесь ли вы над тем, сколько тратите денег за... А, да, это я уже ответила. Следующий вопрос. Вы платите за покупки сами или просите денег у мужа? Ну, у нас в общей семье не кошелек. Но было время, когда... Я бы сказала, что большую долю вот этих рукодельных покупок я платила самостоятельно. Потому что было время, когда я зарабатывала больше мужа. Сейчас, например, муж работает, и я нахожусь в таком свободном полете. У меня тайм-аут. Ну, мужа денег я не прошу, потому что, ну, у нас общий кошелек. Как бы я... Я у него вообще могу денег попросить на все. И на рукоделие вообще на все. И там я уже смотрю, есть ли мне возможность что-то прикупить. Или нет. Так. И последний вопрос. Что бы вы изменили в своем отношении к рукодельным покупкам? Я бы сказала так, что я хотела бы чаще совершать эти рукодельные покупки. Чаще получать от этого удовольствие. Но мой здравый смысл удерживает меня от этого. Спасибо большое за такой смешной тег Оксане и Оле. Всем напоследок желаю прекрасного вышивального настроения. Всем до новых видео, до новых встреч. И пока-пока. Пока-пока.